Судебное продолжение убойного боевика. Уже неделю идут суды над фигурантами дела о расстреле в Княжичах. На скамье подсудимых трое и всех их отправили под домашний арест. Кто эти люди? Какова их роль в перестрелке? Почему причиной смерти четверых силовиков называют нецензурную двусмысленность? И главное, что же произошло в Княжичах 4 декабря? В этой детективной истории со многими неизвестными пыталась разобраться Ольга Теребинская. Поселок Княжичи в 30 километрах от Киева. Здесь множество элитных домов, а значит и большой соблазн для воров. Вот эта тихая улочка 9 месяцев назад превратилась в поле боя. Рано утром 4 декабря столичные оперативники при поддержке Корда готовили задержать группу грабителей. В этот момент в одном из соседних домов сработала сигнализация. На место выехала полиция охраны. Последние приняли оперативников за бандитов. За оперов вступился спецназ. Они остановились. 6 секунд уже стояли на дальнем светле, видели две милицейские машины. 6 секунд они стояли, смотрели на нас. Я думал, им просто дорогу уступить надо. Только хотел отъезжать, он выбегает с криком стоять, падает и начинает расстреливать машину. За каких-то 30 секунд машина полиции охраны превратилась в решето. Валентин успел спрятаться. Надвое его коллег, оперативники и сотрудник Корда погибли на месте. Утром посыпались версии. Полицейские из полиции охраны прибули на месте и на месте затримали двоих осіб, которые были оперативными работниками полиции. И в этот момент произошла перестрелка между ними. Который склад этой операции дали дело непрофессионально и неправильно. Следующий генпрокуратура обращает в действиях тех, кто координовал подальше действия, явные ознаки злочинной недболости. Элитный грабеж, который крышевался высшими эшелонами руководства полиции. Почему и оперативно сработал КОРД. И с этого момента начинается настоящий детектив. Как правоохранители из трех разных подразделений не нашли общего языка? Кто отдал приказ стрелять? И кто открыл огонь первым? Принципиально оценивая ситуацию, я абсолютно убежден в том, что в княжище произошло преступление. И абсолютно убежден в том, что те, кто погибли под пулями, они просто оказались ненужными свидетелями в ненужном месте. И их просто зачистили. Сразу же после случившегося из органа увольняют 8 человек. Еще 12 подвергают служебному взысканию. Но судебные разбирательства этой смертельной путаницы начались только неделю назад. Троим фигурантам прокуратура вручила подозрения. На вопрос, почему молчали 9 месяцев, отвечают. Экспертизы затянулись. У нас остальные выяснения. Буквально за день, за два до поведения про подозрение не дешел. И тогда мы уже приняли решение. И я вам скажу, есть очень большие вопросы до часа проведения этих экспертиз. Первым на судебной скамье оказывается Леонид Курята, экс-начальник уголовного розыска столицы. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий и организация убийства. По словам прокуратуры, именно он отдал приказ стрелять на поражение. Но сам Курята все отрицает. Говорит, команда матом была на задержании. Тут прописывают. Курята, надав команду, сказку, застосовывать до оси, которые перебывают в полицейских автомобилях, зброю на урожене. Не было в заговоре такой команды. Задержать означает не на поражение. Стрелять, чтобы обезвредить. Сначала воздух с предупреждением, потом по каким-то уязвимым частям тела, тем же ногам. Приказ был в любом случае незаконный. Как раз нецензурная двусмысленность, возможно, и стала спасением от СИЗО. Суд отправляет Куряту под домашний арест. К сожалению, это говорит о том, сколь глубинны возможности преступных действий внутри милиции. Если начальник дает в такой способ команду, а тот ее принимает как достоверную. Принял матерный приказ и передал его по цепочке по версии обвинения Роман Мариновский, бывший заместитель начальника отдела уголовной полиции. Статьи те же, что у начальника, но его заседание адвокаты попросили сделать закрытыми. А вот этот молодой парень – старший инспектор Корда Андрей Курта. Один из тех бойцов, которые выполнили команду и открыли огонь. Ему инкриминируют покушение на убийство. Если бы показали экспертизу, что кто-то убит, ему бы инкриминировалось самовысленно убийство. Сейчас идем о замах. На этих кадрах с камер наблюдения видно, как к машине полиции и охраны подбегают двое сотрудников Корда и мгновенно открывают огонь. Один из них – погибший Кордовец Виталий Валецкий, который, по версии следствия, и убил всех четверых. Второй, утверждает прокуратура, именно Курта. Сам Курта ствердит, что он стрелял вверх. Мы считаем, что это не соответствует действительности, оскільки и на видео этого не видно. И там, где вы найдете гильзы, фактически не соответствует траекторию их вылету. Но сам инспектор комментировать что-либо на суде отказался. Можно пизднейше. И Мариновского, и Курту суд также отправил под домашний арест. Будет апелляционный суд давать оценку этому судовому решению. Правда ли, что все эти люди, которые сейчас оказались под подозрением, и те восемь людей, которые окажутся, действительно не понимали, что происходит, или понимали, но исполняли всего лишь приказы, никто не знает. Но пока в апелляционных судах будут обсуждать меры пресечения. Пока прокуратура вручит еще восемь анонсированных подозрений. Остальные вопросы остаются без ответов. И главное из них – причастны ли правоохранители к ограблениям домов? И кто же оказался первым в цепочке убийственных приказов? Ольга Теребинская, Андрей Кузнецов, Сергей Килимник. Подробности недели – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова